друзья привет с вами стас быков давайте сегодня посмотрим какие покупки я сделал для своего фотоаппарата канона 50 кто не смотрел ссылка на распаковку будет здесь подсказки переходите смотрите а сегодня мы посмотрим что же я нового приобрел и так видео миг о это внешний микрофон видел очень много видео обзоров на ю тубе принял решение что действительно он мне нужен попробовать сравнить с петличкой сегодня в конце видео обязательно посмотрите видео до конца мы протестируем и микрофон и также вот эту покупку объектив на 22 миллиметра до меня не стал таким фанатом не постоянно хочется что-то обновить обновить технику посмотреть качество как изменилось вот этот объектив почему я его взял он более света чувствитель она широкоугольный и кажется широкоугольный можете меня в комментариях поправить и плюс он дает размытие фона более такое размыленное так скажем но сегодня мы как раз по проверим я вот это подключу микрофон подключу объектив но и купил еще батарейку fuji me это не оригинал оригинал стоит около 4000 это китайская копия fuji me она что 800 рублей стоит в принципе по емкости они одинаковые насколько я помню хотя оригинал вроде бы 1600 здесь в 820 миллиампер главное чтобы работала потому что всегда нужна запасная батарейка вот я заказа записываю на оригинальную батарею где-то в течение часа возможно даже 45 минут держит запись и потом все заканчивается и когда вы отправляете вклад в путешествие обязательно вас все равно должна быть запасная батарейка лучше даже 2 также и сегодня проверим так давайте сделаем распаковку видео миг гол я еще выбирал между видео миг гол и видео микро видео микро в два раза короче но почему я принял решение взять этот знаете там видео микро у него 180 градусов охват звука здесь все-таки это он называется типа супер направленный то есть для видео уроков или просто для какого-то интервью для беседы он точно подходит то есть он ведь он направленный звук идет спереди а с боков он уже их ну не так сильно захватывает а сзади точно уже не захватывать то есть прямо направляю и слышно а видео микро он 180 градусов у него хватает для влогов хорошо знаете вы так с камерой если ходите а показываете территорию и говорить в этот момент тогда будет нормальная запись а в принципе здесь есть шумоизоляция но смотрел видео ролики она стандартная она плохо держит шум ветра то есть задувание все равно будет вот так то выглядит без шумоизоляции то есть на китайском сайте нужно будет обязательно заказать такую мохнатку знаете когда наденешь мохнатку прям поверх этой защиты будет уже лучше но тем не менее пока на улице не планирую снимать помещение я думаю этого микрофона будет достаточно хотя смотрел сравнение именно у микро который короче у него шумоизоляция лучше когда вот эту мохнатку одеваешь это все равно немного пропускает ну и что же нас еще в комплекте это кабель кабель для соединения здесь нет отдельного питания да сейчас есть уже новое поколение вот этот роудов где есть свое питание при включении фотоаппарата эта батарейка активируется он сам включается при выключении он выключается чтобы не забывать выключается вручную и ну надо ли мне это он стоит стоит около 6000 а тот стоит 17000 будет потребность конечно же приобретем пока я ее не вижу кабель удобно на пружинке так следующая покупка посмотрим конечно самому лучшему переходим это наш объектив объектив стоит около 16000 рублей 22 миллиметра а сейчас я снимаю накидовый объектив ну который вот по умолчанию идет 15 45 миллиметров то есть можно прибавлять или удалять здесь же нет только 22 миллиметра вот этот объектив отлично классно классно откроем его знаете новые вещи всегда очень приятно трогать смотреть на них очень необычно сейчас я его конечно поставлю сейчас я поставлю туда этот объектив и вот этот микрофон свою петличку отключу и посоверним звук вы обязательно пишите обратную связь чтобы было понятно лучше стало хуже конечно я вместе с вами буду сравнивать и так раз два три и так смотрим сейчас звук пирсона роутник гол и также используется объектив канон 22 миллиметра а понятно что мне пришлось камеру отодвинуть где-то раза в два дальше потому что 22 миллиметра она приближает но мне самое главное понять сейчас как звук с этой пушки идет и как изображение изменилось или вообще нет изменений конечно это больше знаете для фотографий или когда ты приближаешь прямо не делаешь так вот видео урок рабочий стол компьютер стену показывает а именно приблизил и показываешь себя в это время фон там размыливается ну и хотя здесь при низкой освещенности должны лучше цены передачи давай сейчас я вообще настройки камеры не менял для этого стандартного объектива 15 45 миллиметров настройки я надеюсь они не повлияют час хуже не будет но если что перезапишу хотя должно быть нормально сейчас я в экранчике вижу что все хорошо вы обязательно в комментариях напишите обратную связь как сейчас звук снимает ли он эхо все равно вот это и есть петличка его как-то маленечко все равно убирал сглаживала убирает ли вот эта пушка и как вам цвет жду ваших отзывов очень интересно что еще купить пишите какие обновления сделать что продать а может быть показать мою студию давайте сделать активность и вообще какое-то движение на ю тубе это очень важно чтобы я развивался и вы тоже вместе со мной так решил все таки взять в руки и посмотреть как он вблизи записывает на размытие фона есть интересно прикольно сейчас мое лицо на весь экран так немного подальше сейчас подвинул вот так вот то есть качество изображение конечно отличное сейчас нужно понять как звука когда ближе стоит камера и как вообще картинка так здесь конечно нет стабилизации я так понимаю то есть нужно именно держать и не трясти рукой то есть в этом объективе нет стабилизации изображения вот так вот делаем сейчас в принципе если плавно все делать то нормально но если я буду куда-нибудь идти то конечно не знаю как это будет смотреться но будем пробовать будем тестировать меня вообще влогов то и немного то есть я записывал раньше на экшн камеру соньку сейчас другу ее отдал но вот у меня есть эта камера буду что нибудь записывать интересное но больше она у меня для именно видео уроков а так принципе мне объектив нравится пишите в комментариях ваше мнение